Так всё и случилось Оп-оп-оп-оп Эй, Моби, чем занимается Пио? Вчера я прочёл ему отрывок о золотом царе И теперь он хочет показать нам спектакль об этом Спектакль? А почему меня не предупредили? Итак, почему? Это спектакль марионеток, Дива Спектакль марионеток? Тогда почему не предупредили Цилиндра? А при чём тут я? Ну, во-первых, ты смешной, как марионетка И потом у тебя голова, как полено Внимание, дамы и господа! Сегодня ровно в девять часов грандиозная премьера! Не пропустите! Не пропустите! Вы слышали? Не пропустите! А куда ещё мне идти в девять часов посреди джунглей? Вот если б здесь был торговый центр Идея! Есть же волшебная рамка! Дива, безымянный прав! Волшебную рамку можно использовать только для важных вещей А что, а разве поход за покупками не важная вещь? Мы с вами в царстве Тайянфу Где мы, он сказал? Тай... Тай-тай... Чего там? Ой, потише, Цилиндр! Ты что, не знаешь, что в театре надо молчать? Ты должен быть нем, как рыба! В царстве жил золотой царь! Я, золотой царь, я правлю царством Тайянфу Где мы, он сказал? Увидишь с этими антеннами вместо ушей Ты будешь слышать замечательно На границе моей империи живёт предатель Аббатсу Вот уже 20 лет я пытаюсь завоевать царство золотого царя Но всё тщетно! Не знаю, что делать! Да, именно так и писал Марко Поло Но однажды в голову предателя Аббатсу пришла идея И это было довольно странно Так как Аббатсу не обладал большим умом Придумал! Я пошлю к золотому царю семь слуг Меня зовут Бим, Чим, Дим, Эм, Фим и Джим Эти семеро слуг жили при золотом царе два года Я чувствую, очень скоро золотой царь всё поймёт И отправит их обратно к этому препротивному Аббатсу А потом все будут жить долго И счастлива, цилиндр Однажды царь вышел без сопровождения Семеро слуг его похитили и привели его к Аббатсу Бадабим, Бадабум, я наконец-то тебя победил, царь! Отныне ты приговорён! Пасти моих коров! Смотри, сейчас золотой царь одним ударом каратэ свалит противного Аббатсу А потом до самой смерти все будут жить долго и счастливо Мужа, Асипио, не испорти финал! Золотого царя заковали и... И... И на этой печальной ноте кончилась история Занавес! Что? По-твоему, так можно заканчивать историю? Ужасно! По-твоему, так можно заканчивать историю? Тебе забыли сказать, что добро всегда побеждает? Тебе забыли сказать, что добро и красота всегда побеждают! Я не виноват, что Марко Поло так рассказал историю! Да, в своей книге он написал именно так! Мне неинтересно ни капельки, что написано в книге! Когда кто-то рассказывает мне историю, она должна хорошо заканчиваться! Всем ясно? Конечно, безымянный прав! С помощью волшебной рамки мы можем изменить финал истории! Что ты скажешь, Олли? Что за вопросы, Моби? Завтра утром на рассвете мы все пройдем через рамку! Вам забыли сказать, что в конце спектакля аплодируют! Брависсимо! Просим на бис! Слушайте внимательно! Как только мы попадем в царство об отцу, мы немедленно спрячемся! Там может быть очень опасно! Опасно? Насколько опасно? Опасно как? Прямой удар по голове цилиндра! Понял! Спасибо, Дива! Это явно и есть дворец об отцу! Эй, а где цилиндр? Я здесь! Спрятался на дне болота, чтобы вы меня не заметили! Можно выйти? Можно, цилиндр! Здесь никого! Кошмар! Глина сразу застыла! Не могу пошевелиться! Не переживай! Я тебе помогу, цилиндр! Спасибо, Дива! Как тебе удалось? Запросто! Вот так! Спасибо, Дива! Ладно, пошли за той коровой! Она приведет нас к царю! Вон он там, внизу, прикованный цепью! Золотой царь! Надо освободить его! Постойте и смотрите! Подойдем поближе! Послушаем, о чем они говорят! С тех пор, как об отцу получила драконату штуковину! Здесь у нас все идет без сучка, без задоринки! Скажи, а ты сам когда-нибудь видел эту штуку? Нет! Нет! Никто ее не видел! Знаю только, что она спрятана за семью замками в башне! И только об отцу может войти туда! Чутье мне подсказывает, что надо пробраться во дворец об отцу! Пошли! Чтобы войти во дворец об отцу, надо вывести из игры часовых! Осторожно, безымянные! Эти осы очень опасны! Безымянный просто гений! Рано или поздно опаснейшие осы заметят цветочки! И нам откроется дорога примехонько во дворец об отцу! У меня такое чувство, что это именно та дверь, которую мы ищем! С чего это ты так решила? О, женская интуиция! Ну, что ты там видишь? Дай посмотреть! О, невероятно! Я вижу через дверь! Можно мне тоже, да? Я вижу все, буквально все! Сними немедленно эти очки цилиндр! Что ты увидел за дверью, Пио? Комната пуста! Только большая статуя в центре! Большая статуя из мрамора? Большая статуя из мрамора! Тогда я знаю, что это! Смотрите! Это статуя советник! Советник? Именно советник! Помолчи цилиндр! Продолжаем обе! Статуи советники указывают верный путь! Если есть проблема, помогают решить ее! Они что, говорящие? Вроде того! Сюда кто-то идет! Прячемся! Абба! Аббацу! Аббацу! Абба! Аббацу! Чу-чу! Теперь, когда мы знаем волшебный пароль, войти туда будет проще простого! Вот он! Выходит! Будь свободен! Можно идти! Абба! 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 Цу-цу-цу! Кот неверный! Повторите попытку! После третьей безуспешной попытки свяжитесь со службой техподдержки! Теперь я попробую цилиндрик! Нет, если хочешь попробовать ты, Моби! Для меня это слишком простое задание! Абба-Аббацу! 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 Цу-цу! Статуи совершенно темные! Только когда светятся глаза, статуя-заветник может дать совет! Но пока что они не горят! А мы их зажжем! Давайте залезайте в статую! Ты, безымянный, достань табличку-фонарь! И когда зайдет Аббацу, зажги глаза статуи! Ты, цилиндр, окунись в болото, а ты, дива! Абба-Абба-Абба-Абба! Аба-Аббацу! Аба-Аббацу! Цу-цу! Оу! Глаза статуи наконец-то засветились! Можно просить совета? Скажи, статуя, мне не терпится! Как мне увеличить своё могущество? За долиной внизу в горах уже собираются тысячи воинов Иди в поход, поднимись на вершину И вернёшься сильнее прежнего Войска на границе моего царства Их ждёт поражение Он разгадает наш план? Сомневаюсь, Пио Чтобы сделать солдат, нужна сила Представьте, я вытащил почти всю глину, что была на дне Как только об отцу заметит наши статуи Он не сможет устоять перед искушением разрушить их И тогда, друзья, будет очень весело Что? Здесь статуи! Разрушите их! Цветочки! Кто-то решил меня разыграть Но они просчитались, забыв, кто такой об отцу Скорее, ты сам об отцу просчитался, разрушив их Волосы! Освободим золотого царя! Не знаю, как вас благодарить, друзья Но откуда вы здесь? Я никогда вас раньше не видел Долго рассказывать! Мы приехали из Венеции! Из Венеции? Да, из Венеции! На катере! На катере? Сменим тему, цилиндр! Я вижу, нашему другу не терпится вернуться во дворец! Верно! Давно я там не был Все беспокоятся обо мне Но сначала подарок О! Подарок? Вот! Возьмите! Это красный цветок джунглей Он как талисман для нас И стоит дороже рубина Это мой дар Жалко, что это просто цветок Он скоро завянет Не понимаю, почему золотой царь не подарил мне рубин Вместо этого несчастного красного цветочка Кстати, а где цветок? Там остался цилиндр Я не взяла его Очень жаль Пройдя через волшебную рамку, он превратился бы в огромный рубин Что? Ты уверен? Да нет, я просто пошутил Даю совет, начинай драпать Зачем? Ведь если я тебя поймаю То превращу тебя в статую из глины И разобью на тысячи кусочков На русский язык фильм озвучен объединением русский дубляж По заказу СТС в 2008 году Так все и случилось Мы уплыть хотели, на корабль не успели Опоздали, отчалил, оставил Сильно опечалил Были мы одни и растерялись, испугались Что делать, что будет Все про нас забудут Но нас тревога не поймала в свой капкан Мы победили страх, горе и обман Далеко нам идти, но вперед Приключение зовет, зовет, зовет Озеро Белых Жемчужин Итак, сейчас я прочту вам новую страницу книги Марка Пола Минутку, минутку, Моби Камень слишком жесткий, мне неудобно Цилиндр? Что дела? Найди мне камень помягче Красотка! Что? Я хотел задать вопрос Как я пойму, твердый камень или мягкий? Очень просто Сначала подброси его, а потом подставь голову Мягкий разобьется Я понял Подбросить воздух, подставить голову и... Не разбился Ты права, Дива, он жесткий Пойду искать помягче Скажи, правда, что здесь есть светящееся озеро? Конечно, но никаких ламп там нет Оно светится Подожди, Моби Подожди, Моби, давай дождемся возвращения цилиндра Нет, не надо его ждать У него сейчас голова занята совсем другим Ага Камень не разбился Тоже слишком твердый Может быть, это у меня голова слишком мягкая? Есть кто-нибудь дома? Есть кто-нибудь дома? Так и знал Никого там нет Этот камень мне подойдет А это еще что? Я понял Это озеро из молока Но зачем нужно молочное озеро? Конечно Чтобы завтракать по утрам Ха-ха-ха-ха А если кто-то любит чай или кофе? Ладно, займусь лучше камнем Прости, Дива Но я не нашел мягкий камень Может быть, ты сядешь на свою Огромную подушку из перьев Сзади? У кого огромная? Вы считаете, что мне пора сесть на диету? Тоже мне друзья Смотрите сами Девяносто шестьдесят девяносто Двести сорок Разбился! Я нашел мягкий камень Итак, оно свечится О чем ты говоришь? Я говорю об озере, что находится в этих краях Об озере совершенно белом А-а-а! Об озере из молока, которое я видел! Молоко здесь ни при чем Просто там на дне лежит жемчуг Жемчуг, говоришь? Жемчужины? Где ты его видел? Ну говори, цилиндр Вон там! Пойдемте к озеру, дождемся утра И решим, что делать дальше Тут и решать нечего Мы должны просто взять жемчуг себе Согласен, но я советую подождать утра Мне нужны жемчужины Мне нужны жемчужины Солнце, вставай быстрее Сколько можно спать? Иду, иду Сейчас побреюсь и... А потом побреешься, вставай Какая спешка? Ну, приготовьтесь собирать жемчужины Все жемчужины Постой, в книге написано, что собирать их очень опасно Опасно? Угу Очень опасно Угу Может, лучше отказаться? Цилиндрик? Что, Дима? Ты умеешь плавать? Конечно, спрашиваешь Тогда покажи, какой ты молодец Прыгни в озеро и собери все жемчужины Лечу! То есть, нет, плыву Берегись, цилиндр В озере водятся змеи Что за история про змеев? Подай мне книгу, Моби Фу, ты ничего не понятно Переверни книгу, Дива Ну, тогда я смогу увидеть только обложку Забавно Теперь я все прекрасно понимаю Убери, безымянный Дива Очень обидчиво Покажи мне табличку, безымянный Хм, великий хан не хотел, чтобы кто-то трогал жемчуг И повелел трем змеям сторожить озеро Поэтому практически невозможно достать оттуда жемчуг Невозможно? О, нет! Если честно, эта проблема решаема Кто сказал? Я Кьянис, Брамин Иди вниз, Кьянис Говори, горилла, как нам решить проблему? Этих змеев можно на время усыпить песнопением Бромина Где же этот певец? Брамин никакой не певец Это колдун весьма могущественный И он стоит прямо перед тобой Меня зовут Брамин Кьяверк К вашим услугам Тебя же звали Кьянис Это зависит от положения Сейчас я ставлю головой вверх И я к ей вверх Хватит с меня этих глупостей И лучше начинай петь Не могу, здесь нет оркестра Высо-нисо! Эй, почему они задремали? Ах да, заклинания Что ты делаешь, Дива? Ничего такого, просто готовлю нитку для нового ожерелья и жемчуга Мне жаль тебя разочаровывать Но ты можешь взять только одну жемчужину Иначе тебя ждут большие несчастья Хорошо, я возьму только одну, как же Ты этого не знаешь, но озеро очень глубокое О да, примерно 300 метров На дно нельзя спуститься без скафандра Слушай, Кьюверк, говорят, ты очень могущественный Конечно, как все Брамины Вот именно Тогда наколдуй нам немедленно три скафандра Зачем ты просишь три скафандра, Дива? Просто вы спи, пойдете со мной Давай, пой свои песни Нет, для этого заклинания песни ни к чему Мне нужно три кокоса Как ты можешь думать о еде? Я не буду их есть Я превращу орехи в скафандры Цилиндр? Уже понял Я должен найти три кокоса Один, два, три Вы думали, что кокосы упадут на меня? Не так ли? Наши сценаристы не так банальны Гадкие сценаристы Кьи здесь, кьи там Кьи вверх, кьи низ Кокос в скафандр превратись Да, но как мы в них влезем? Трое зверят внутри кокосов? Что это в поисках Немо 2? Гадкие сценаристы не так банальны Трое звери Трое зверя Трое зверя Трое зверя Там поисков Только такнять Это трое зверя Что? Взять еще жемчужину? Нет, это слишком опасно. А Дива и цилиндр где? Кажется, Дива хочет, чтобы цилиндр взял еще жемчужину. Ты прав, вряд ли она сможет его убедить. Под водой сила удара слабеет. Он всегда меня слушается. Пора всплывать. Эй, а почему я проснулся? А, заклятие кончилось. Не смотрите так. Да, я знаю, я не права. Зря я заставила цилиндра взять еще одну. Надо было брать десять. Смотрите, как великие спортсмены тренируются перед обедом. А на обед кролик под соусом. Я кроликов не перевариваю. От них живот болит. Что происходит внизу? Спасите! Что ты видишь, безымянный? Цилиндр, баскетбольный, мяч? Этот лентяй играет в баскет вместо того, чтобы собирать жемчуг. Не совсем так. Он не играет. Скорее, это им играют. Он выступает в роли мяча. Я боюсь думать о том, что с ним станет после матча. Все очень просто. Игра закончится, и его съедят. Его слопают? Нет, нет. Так нельзя. Мое ожерелье и жемчуга. Не хочу на сковородку. Можешь не бояться. Тебя съедят сырым. Идемте, мне нужна ваша помощь. Начнем броски на три очка. Первым бросать буду я, он следующий. А ты, как обычно, будешь кольцом. Десять бросков каждый, а потом я. Тише, осторожней. Стоп. А ты уверена, что они попадутся? Они не устоят перед искушением забросить мяч в настоящее кольцо. Двадцать один трятнадцать. Теперь я. Надоел быть кольцом. Ладно, сходи и принеси мячик, а я подготовлюсь. Эй, ребята, настоящее кольцо. Сейчас я вам покажу. Не надо. Не надо. Готовьтесь тянуть. Пора. Почему он не падает? Потому что тебя надули. Меняем игру. Боулинг. А я кем буду? Кеглями. Ты принес мешок жемчуга, цилиндр? Нет, я принес мешок синяков. Ты опять меня подвел. Придется довольствоваться жемчужиной, которую достал пио. Минутку. Эй, Кьеверх. Что? Послушай, раз ты смог увеличить кокосы, значит сможешь и жемчуг. На твоем месте, Дива, я бы ограничился этим. Глагол ограничиться мне незнаком. Действуй, Кьеверх. Кьеверх. Кьянись. Жемчужина расти. Еще. Хватит, пора остановиться. Глагол остановиться мне незнаком. Помалкивай и продолжай. Кьеверх, Кьянись. Жемчужина расти. Помнишь, мы тебя предупреждали, Дива. Надо довольствоваться тем, что имеешь. Глагол довольствоваться мне незнаком. Давай, цилиндр, прыгай еще раз. Нарею тебя прыгать, дорогая, мне незнакомо. Прыгать – это глагол, цилиндр. Глагол? Ладно, раз глагол, иду. О, мультик кончился. Прыгнул в другой раз. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» по заказу СТС в 2009 году. Зверята. Так все и случилось. Мы уплыть хотели на корабль, не успели, опоздали. Отчалил, оставил, сильно опечалил. Были мы одни, растерялись, испугались. Что делать, что будет? Все про нас забудут. Но нас тревога не поймала в свой капкан. Приключение зовет, 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 зовет. Бродячий цирк Бродячий цирк Воришка, воришка, даже воришки, воришки. Определись, цилиндр один или больше. Больше одного, их двое. Держите их. Нет, мы не воры. Мы просто голодные артисты. За что боретесь? Артисты, не активисты. Возможно, вы актеры? Нет, мы артисты цирка. Подай мне шляпу, милу. Ты что, не понял, что это просто платок? Ты что, не поняла, что это платок? Поняла прекрасно. Я хотела над тобой подшутить. А в каком цирке вы работаете? Мы работали в цирке Фантастикус. Работали? К несчастью, владельцу пришлось закрыть цирк из-за долгов. Даже Марко Поло пишет о мишках-артистах в своей книге. Да, один мой предок, его звали Цельтус Первый. Раньше выступал перед великим ханом. Простите, я не представился. Я Цельтус Четырнадцатый. А это милу, моя сестянка. Та-дам! Безымянный спрашивает, почему милу молчит? Не знаю, она просто не умеет говорить. Очень жаль, когда артисты вроде вас сидят без работы, верно? Можно открыть свой цирк. Ты прочёл мои мысли, Моби. Исключено. У тебя в голове читать нечего. Идея прекрасная, верно, милу? Я буду конферансье. Я мечтаю стать воздушной акробаткой. Гимнастический костюм и плащ мне идут безумно. Вам нужен партнёр, синьорина. К сожалению, я тут подходящего не вижу. Я подойду, Дива. Смотри, сальто-мортале! Двойное! Может, кто-то приподнял землю у тебя под ногами, и тебе не хватило места, чтобы завершить второе сальто? Не переживайте, синьорина. Я его научу. Удачи! Эй, Критус! Безымянный хочет быть пушечным ядром. Хорошо, теперь займёмся делом. Что ты скажешь на такой план? Зрелище и ужин после зрелища. Лучше сначала поужинать, босс. Тогда никакого зрелища уже не будет, Альпа. Почему? Потому что артисты и будут нашим ужином. Ты понял? Я как-то не подумал, босс. Пошли. Включай рубильник, Цейтус. М-м-м. Эй, Милу, кажется, вернулись в старые добрые времена. А-а-а! Что случилось? Во всём виноват Цилиндр. У него уши слишком короткие. Я не смогла за них ухватиться. Но, Дива, ты прыгнула на первое оп. А надо прыгать на второе оп. Думаю, он прав, синьорина. Учти, Цейтус, кролик не может быть прав. В принципе, спускайся, Цилиндр. Прошу тебя, Цилиндр. Когда синьорина на трапеции будет рядом, вытяни уши как можно дальше. А вы, синьорина, перед номером должны намазать руки мелом, чтобы хватка была крепче. М-м-м. Дива, Цилиндр, что-то случилось? Дива не смогла ухватиться за мои уши и свалилась, как спелая слива. Не переживай, Цилиндр. Сейчас я потренируюсь, чтобы хватка была покрепче. Цейтус, иди посмотри, не нужно ли добавить пороху. Сделаем пробный выстрел. С таким количеством пороха безымян и долетит до Луны, а может быть и до Марса. Милу, пожалуйста, займись. Хорошо. Пойду репетировать роль конферанте. Минутку. Кто из вас занимается рекламой? Не переживай, Цейтус, это по нашей части. Скоро мы запустим свой воздушный шар. Сегодня вечером в девять часов представления цирка Фантастикус. Приходите всей семьей. Билеты. Кому билеты? Дайте мне два. Вам никто не говорил, что вы похожи на норму Флик? А кто такая норма Флик? Акробатка. Причем самая лучшая в мире. Вы знакомы с этой нормой Флик? Я знаком со всеми артистами. Я ведь импресарио великого цирка Маджикус. Тогда, мистер импресарио, скажите своей норме Флик, что ей недолго осталось. Дима, переодеваться! Еще увидимся, босс. Конечно, моя акробатка. Дамы, господа, дети и взрослые. Вас приветствует цирк Фантастикус. Бурные аплодисменты Цилиндру и Диве. Бурные аплодисменты Диве и Цилиндру. Воздушные акробаты, они вас поразят. Хм. Привет. О, поймал, поймал. Поздравляю, Дива. Мел работает превосходно. Я не мазана смелым. Я взяла сильнейший клей. Как же теперь мы растопимся? Лично я надела перчатки. Аплодисменты воздушным акробатам. А сейчас цыпленок ядра. Вы наблюдали прыжок в тазик с водой. С высоты более ста метров он прыгнул в десять сантиметров воды. А сейчас антракт. Наши служащие угостят вас попкорном и сахарной ватой. Как мне оторвать перчатки от ушей? Ты не сильнее. Когда тянешь, уши удлиняются. Невозможно сделать твои уши длиннее, чем они есть, Цилиндр. Поздравляю, синьорина, и поздравляю также Цилиндра. Браво! Чудесно! Я пришел вернуть вам плащик. Спасибо, босс. Это импресарио знаменитого цирка. Как он называется? Его зовут босс. Я цирке. Цирк называется Мачикус. Я готов предложить вам сказочные турны. Детали мы обсудим после представления за ужином. Я приглашаю вас в гости. Это большая честь для нас. Если честно, мы... Мы придем, не сомневайтесь. До встречи! Извини, Мобби. Я должен был принять приглашение. Нужно было усыпить их бдительность. А ведь не лучше, Цельтус. Инпресарио самозванец. Цирк Мачикус распустили 10 лет назад. Хотя на ужин сходить можно. Я подозреваю, что на ужин будем мы. Я тоже так думаю, Олли. О, мошенник! Этот жулик меня еще не знает. Подожди, Дива. Надо действовать тихо. Есть план. Сначала найдем Пио, Милу и Безымянного. Потом расскажу. Дамы и господа, дети и взрослые. Начинаем вторую часть представления. Встречайте, великий и непревзойденный Цельтус-14 и его ассистентка Милу с номером, который не оставит вас равнодушными. Закрой рот. Представление еще не началось. Для этого номера нам нужны два помощника, выбранных наугад из публики. Тех двоих, на кого укажет луч прожектора, просим выйти на арену. Моя ассистентка Милу связала уважаемых господ тяжелыми цепями. Эй, босс, что нам делать? Не переживай, Тальпа, я знаю эту игру. Полагаю, мы должны войти в клетку, не так ли? Угадали. Прошу вас. Спуститесь на второе дно под полом клетки, а там вы найдете дверцу на выход. До встречи, красотка. Пока-пока. Баньяра, Баньяра, Коро-Коро, Баньяра. Этим номером завершается представление цирка Фантастикус. Дамы и господа, дети и взрослые, спасибо, увидимся в следующий раз. Босс, я не могу дойти дверцу. Можешь больше не искать, Тальпа, это ловушка. Ну что дальше? Мы вам очень благодарны. Особенно за новый номер, то, что с гепардами-балеринами. Кто его придумал? Я. Идемте, я вам покажу. Берете двух гепардов вроде этих и по-хорошему просите их надеть пачки и станцевать. Если по-хорошему не выходит, тогда делайте, как сделала я. И молчи, и прыгай. Берем старую печку на дровах, разводим огонь. И как по волшебству, гепарды начинают плясать. Потушите огонь. Ладно, Тальпа наденет пачку. Что-что? Кажется, я не расслышала. Кто наденет пачку? Тальпа. И? Тальпа и я наденем пачки и будем танцевать перед каждым номером мага. Прекрасно, я довольна. Эй, босс, веди себя хорошо, иначе я вернусь. И тогда вам будет очень плохо. А-а-а! Тушите огонь. Печка нам больше не понадобится. Спасибо, друзья. Умея наговорить, вас поблагодарила бы и Милу. Пока, Милу. До свидания, Милу. До свидания. Очень приятно. Увидимся. Должен тебя поздравить, безымянный. Просто потрясающая идея. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» по заказу СТС в 2009 году. «Русский дубляж» по заказу СТС в 2009 году. Все про нас забудут. Но нас тревога не поймала в свой капкан. Мы победили страх, горе и обман. Далеко нам идти, но вперед. Приключения зовет, зовет, зовет. Журнал «Джунглей»? Позовите редактора. Алло, кто это? Алло, это Алле, ваш корреспондент. Я нахожусь у подножья Большой горы и готов приступить к выполнению опаснейшего задания. Что ты несешь, болван? Надо просто сфотографировать зеленую божью коровку. Сделай снимок и возвращайся. Алло, алло. Мне надоело такое обращение. Сфотографирую божью коровку и уволюсь. Давай, читай дальше, Моби. Мой путь пролегает через неприступные горы и дремучие леса, населенные тиграми, слонами и единорогами. Единороги? Вот мой уникальный шанс! То есть, в этих краях живет мифический единорог? Единорог – это лошадь с большим рогом на лбу. Я видела рисунок как-то раз. Единорог прекрасен! Ты не понял, Цилиндр? Единорог – лошадь, а не осел. Наконец-то я нашел фотомодель идеальную. А-а-а! Замри, улыбнись. Вот так прелесть. Простите, я фазан золотистой Али, спецкорреспондент. Я делаю фоторепортаж для своего журнала. А-а-а! А прекрасных животных этого леса. А когда она печатает мое фото в твоем журнале? Как только я сделаю еще и снимок единорога. А-а-а! Давайте пойдем искать его вместе. У нас нет времени на дурацкие фотографии! Какая жалость! Я бы сфотографировал также героя кролика, нашедшего единорога и завоевавшего сердце дамы. Но раз ни одного отважного кролика здесь не наблюдается, что ж, я ухожу. Постой! Он уже здесь! Никто не видел мой бантик! А-а-а! Вот же он! Пошли! Минутку. Надо захватить мое оборудование. Хватит, хватит! Довольно! Как дальше продолжаться не может! Давай прекратим! Ты прав, Кармела, прекратим! Наша редакция газета животных отстает! Журнал джунглей повсюду нас опережает! Думаешь, нам пора действовать, Антоню? Нет, Кармела. Будем стоять и смотреть друг на друга. Ух! 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 Конечно, болван, мы должны действовать! Нам нужна сенсация! Включи радиопередачу, будем подслушивать. Это Аля. Дайте редактора. Итак, ты сделал фотографии зеленой божьей коровки? Пришли их мне немедленно. Здесь пахнет сенсацией. У меня есть шанс сфотографировать. Давай, Кармела, настраивай хвост. И где он прячется? За большими горами. Поздравляю, Аля. Сфотографируй его. Кого? Единорога, конечно. Спасибо. Как думаешь, не пора ли действовать, Антонио? Нет, Кармела. Постоим на месте и посмотрим на кончик носа. Ух! 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 Конечно, болван, пора что-то делать. Это уникальная возможность. Нужно сфотографировать единорога раньше, Аля. Пошли скорей. Ух! Ух! Я так устала, что у меня нет сил даже попить. Цилиндр, раз ты все равно ничем не занят, найди мне соломинку. Ах! Отдышусь немного и найду. Эти растения мне подходят. Из стебля получится соломинка. Прекрасно! Это еще что? Единорог, единорог! Он нашелся, он нашелся. Я нашел единорога. Взял он. Та-да! В трубочке. Он был в трубочке, а сейчас нет. Это слишком. Я хочу в другой мультик. Цилиндр, единорог не мог сидеть внутри трубочки. Где ты был, когда видел его? Идемте! Думаешь, нам пора действовать, Антонио? Не, Фермелло, будем стоять и разглядывать ресницы. Конечно, пора действовать! Итак, я был здесь, а он там. Но его нет. Пошли проверим. Эй, а это что такое? Наш дружок оставил следы. О да, безымянный прав. Судя по следам, единорог должен быть гигантом. Не очень убедительно, Моби. Он гигант, потому что... Потому что он живет в горах. Пошли быстрее. Мои фото не могут ждать долго. Как думаешь, нам пора действовать, Антонио? Нет, Кармелло. Будем стоять и разглядывать уши. О-о-о! Конечно, надо сделать пару снимков. Ну, Антонио, следы единорога ужасно похожи на следы Олега. Конечно, болван. Фотографируй другие. Еще несколько метров, и мы на вершине. А сразу за ней долина единорогов. Надо сделать групповую фотографию. Ну, давай же. Ну, Кармелло, сделай пару фото. Ты прав, Безымянный. Речка здесь где-то рядом. О, да, Безымянный. Мы можем спуститься в долину по воде. Нет, я не голоден. Это не пончик-цилиндр. Это самый опасный способ спуска в долину. Прямо по речным порогам. Я не согласна. Проклятие. Неуемный цыпленок вытащил табличку с нарисованной лодкой. И теперь они будут в долине раньше нас. Как думаешь, нам пора действовать, Антонио? Нет, Кармелло. Давай распятывать пальцы на лапах. Фу. Ну, конечно, мы должны действовать. За ними. Предлагаю пойти туда. Согласен, но сначала я сфотографирую зеленую божью коровку, что живет только в этих краях. Зачем терять время на зеленую букашку, когда в твоем распоряжении есть уточка? Зеленый от зависти. Я тебя редко бью, чтобы зря не пачкать лапы. Но на сер раз я делаю исключение. Смотрите, какие фотографии. Эй, а это что? Впервые вижу серую травку. Вы думаете о том же, о чем и я? О, да. Возможно, это волос гигантского единорога. Догнали, Кармелло. Мы нашли их. Как думаешь, нам пора действовать, Антонио? Нет. Давай будем стоять и разглядывать хвост. Прекрати, у меня есть план. Как странно. Этот волос серый, а я думал, что единороги белые. Я тоже. Я где-то слышал, что единороги бывают и серыми. Надо взять из лодки большой объектив. Вот он и идет сюда. Приготовься. Не то, не то, не то. Быстро отвяжи лодку, Кармелло. Опять не то. И, ребята, лодка почему-то уплывает. Алле, Алле. Алле. Надеюсь, наш художник не так предсказуем, чтобы нарисовать водопад. Нарисовал. Я все улыжу. Поздравляю, цилиндр. Алле наконец-то обезврежен. А теперь... Думаешь, пора действовать, Антонио? Нет, Кармелло. Будем стоять и разглядывать свои зубы. Пошли, пора фотографировать единорога. Все за мной. Нос чешется. Отпущу на секундочку. Только попробуй. Жаль, лапки заняты. Я бы тебе показала. По-моему, сейчас не время. Готовься ухватиться, Алле. Это он. Только на ржаней лошадь не похожа. Может быть, ему холодно. Держись крепче, мы тебя вытащим. Как думаешь, нам пора действовать, Антонио? Конечно, болван. Готовься фотографировать. Даже не знаю, как вас благодарить. Я подскажу. Опубликуй в журнале все мои фото. А это еще кто? О, нет. Это Антонио, корреспондент газеты о животных. Он фотографирует моего единорога. О, все пропало. Как думаешь, пора действовать, Антонио? Конечно, болван, бежим! Эй, как же так? Это не единорог, а носорог! О, да, я так и думал. Марко Поло пишет о единороге в своей книге. Но, очевидно, он спутал его с большим носорогом. Значит, единорога здесь нет. Боюсь, их вообще не бывает. Возьми свои фото, Дима. Без единорога их не опубликуют. Не очень-то и хотелось. Я гораздо фотогеничнее. Фильм озвучен Объединением «Русский дубляж» по заказу СТС в 2009 году. Зверята Так все и случилось Мы ублыть хотели, на корабль не успели Опоздали, отчалил, оставил, сильно опечалил Были мы одни и растерялись, испугались Что делать, что будет, все про нас забудут Но нас тревога не поймала в свой капкан Мы победили страх, горе и обман Далеко на пути, но вперед Приключение зовет, зовет, зовет Дом на дереве Ну все, хватит Я не могу заснуть Хватит! Почему тебе не спится, Дима? Потому что кое-кто с кроличьими ушами храпит Кое-кто с кроличьими ушами храпит? Как увижу такого, велю ему прекратить До завтра Иногда цилиндр ужасно глупый Нет, он всегда глупый Это землетрясение? Трясина? Я не видел поблизости болота Нет, пиво, вряд ли это землетрясение Мы не в сейсмической зоне Может быть, это циклон? Прошу прощения, ребята Это я виновата У меня страшно першит в горле Съешь мятную пастилу Я бы рада, но у меня нет Слушай, я положу ее на валун Возьмешь сама Это невозможно Я никак не могу спуститься на землю Я же луна Вот как? Но говорить же ты научилась Научись и спускаться Сейчас не время играть в безымянный Да нет, пиво Идея безымянного в другом Он предлагает битой подбросить пастилку до луны Готов? Спасибо, ребята За доброе дело Мне уже пора Я рожденная для жизни в пятизвездочных отелях Сплю под открытым небом Но на воздухе гораздо больше звезд Ты прав Сейчас, например, их шесть Раз, два, три, четыре, пять, шесть Точно Как я вам? Красавица Классный цвет Что-то напоминает Что именно? Не знаю Но от него у меня слабость в животе Какой прелестный морковный цвет, дива Морковка Точно, морковка Морковь, говоришь? На натуральный цвет не похоже, значит Кто-то плохо себя чувствует Нет, безымянный, это не луна Звук явно идет оттуда Давайте посмотрим, кому нужна помощь Сюда кто-то идет Надо спрятаться Как больно Как мне больно Тебе нужна помощь? У меня огромная заноза в ноге О, нет Опять начинается Ага, я вижу Засела глубоко Вытащить ее будет непросто А? Твой шкафчик-хирург Будешь оперировать? Подожди Я мечтаю побыть медсестрой Я могу вам довериться Ножницы 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 Пластырь 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 Спасибо, сынок Ты поставил меня на ноги Тебе что, шею свело? Нет, нет Я смотрю на гнездо Да, и что? Есть потрясающая идея Ты прав, Безымянный Не верится, что у Цилиндра Родилась идея Можно построить Собственный дом на дереве Это дерево уже занято Придется искать другое Как вам вот это? Да, прекрасно В нашем доме должны быть Все удобства Пятизвездочного отеля Одним нам никак не справиться Надо найти того Кто-то нам поможет Я готов помочь Вот они Идут сюда Мои сыновья Члены нашей команды Какие молодцы Все это солидарность Очень трогательна Можно построить Точную копию Этого дома Я согласна с тобой, Моби Приступим Потом поймете, зачем они Наши соседи строят новый дом Эй, дорогуша Хватит за другими подсматривать Лучше построи нам новый дом Ты обещал мне прекрасный дворец А мы ютимся в старой хибаре Это вопрос времени, дорогая Скоро дом чужестранцев станет нашим Я ухожу Умоляю тебя Не начинай все сначала Ты ведь понял, о чем я Верно? Не переживай, я бросил На этот раз ты получишь Приличный дом Сколько можно просить Не отвлекать меня Когда я на ходу И в кого он такой? Смотри Дом в виде пагоды на дереве Там, наверное, живет смог Проверь на слов А не смог Я тоже хочу пару таких Даже два Банановые листья на окнах Колышутся от музыки Смотрите Зачем это нужно? Освежать воздух Экологичный кондиционер Это гидромассажная ванна Кстати, Дива Для чего нужны коробки для яиц С которыми ты обклеила стены? Для звукоизоляции Чтобы не слышать храп существа С кроличьими ушами Но, Дива Здесь никто не подходит Под это описание Да и спать никто не будет Мы празднуем новоселье Надо сбросить хотя бы килограмм Чтобы влезть Пробежка Серьезно Мы должны заняться буфетом Я рассылаю приглашение Ух ты Причастка фантастика, малышка Благодарю, но я тебе не малышка Он говорит не о тебе, глупышка Продолжай Меня зовут Чеков А я Дива Выпьем что-нибудь, красавица Девушка со мной Малый, сбегай за мороженым Сам сбегай за мороженым Хорошо, тогда сбегай за мороженым Ладно, какое тебе? Банановое Я мигом Но это же ты Ну это... Что там написано? Ну ты не понимаешь Там надпись Герой Месяца Я рисковал жизнью И спас двух детенышей Бабуина Сегодня мы празднуем новоселье В доме на дереве Придешь? Конечно, детка Никого нет Тогда съем сам Еще морковного сока Цилиндр Двойной Ты знаешь прием за щеткой? Конечно, бегу Я в первый раз танцую с героем Тогда загадай желание Смена караула Ты танцуешь со щеткой? Я танцую с Дивой Размечтался Давай что-нибудь выпьем Потанцуем Невероятно Здесь сказано Осторожно, пироман Пироман! Пироман! Это значит, что Чеку может поджечь наш дом Дива в опасности Стойте! Надо придумать способ Потушить пожар Нужно вылить воду из ванны На пламя Толка будет очень мало Марко Поло в своей книге Пишет о древнем ритуале Который может вызвать дождь Это на странице 112 Я оставил книгу в доме Она уже сгорела Ты взял ее? Это не древний ритуал Вызвал дождик А наша подруга луна Которая нагнала Грозовые тучи Я была у вас в долгу Та ваша постилка Меня исцелила Можно еще одну? Больше нету Надо не забыть Зайти к доктору Не переживай Выпью молочка На Млечном пути Вы точно не хотите остаться? Можно построить Еще один дом Спасибо, наш верный друг Но нам пора продолжить Наш путь Где вас высадить? Там У подножья вон той горы Я больше не буду Обещаю Я вернусь в Африку К маме и папе Нет Нет Дай мне еще один шанс Так и надо петоману Не петоману, а пироману Хотя у него татуировки прикольные Итак, я снова блондинка Дай сюда Зелень? О, нет Нет-нет Хотя тебе даже идет О, нет Фильм озвучен Объединением русский дубляж По заказу СТС В 2009 году Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин